Вот и очередной месяц закончился, и подошло время подвести итоги по моим фаворитам, что я использовала в прошлом месяце. На самом деле месяц для меня, наверное, был не самый хороший, и в первую очередь, может, слышно по моему голосу, я вот всю прошлую неделю уже болею и до сих пор не могу полностью вылечиться. Но сегодня я чувствую себя достаточно хорошо для того, чтобы заняться своим любимым делом, а именно рассказать вам о косметике. Первое, о чем хочу рассказать, это о тональной основе, которой я пользовалась на протяжении всего октября, и, наверное, еще в сентябре тоже пользовалась этой тональной основой. И я сейчас говорю о тональной основе от L'Oreal, которая называется True Match. Мне очень понравилась эта тональная основа. Я не уверена, продается она у нас или нет, потому что конкретно вот эту мне прислала моя подруга из Австралии. Я очень люблю тональные основы, которые по своей консистенции напоминают такой вот гибрид крема с гелем, что ли. Такой очень-очень легкий такой гибрид, и которая вот просто скользит по вашей коже, но в то же время она не сидит сверху на коже, а именно красиво втушевывается. Вот если вы пользовались Bourjois Healthy Mix Serum, она тоже вот именно вот такой вот гибрид, о чем я говорю. И Элисфаз тоже у них тональная основа, вообще шикарнейшая просто, вот тоже именно в такой текстуре. И вот это мне безумно понравилось. Оттенок у меня 3M, но, к сожалению, мне нужно сейчас уже, наверное, переставать ей пользоваться, потому что оттенок все-таки чуть-чуть темноват. Я уже белее белого, наверное, уже сливаться скоро буду со своей кофтой. Но вот если вкратце рассказать о ней, то она достаточно легкая, то есть имеет от легкого до среднего покрытия, скорее ближе к среднему покрытию, каких-то серьезных недостатков не перекрывает, но очень красиво выравнивает цвет лица, выравнивает текстуру лица, оттенок действительно подстраивается под кожу, то есть если чуть-чуть сначала даже темноват кажется, то потом он как-то так вот, не знаю, сливается с оттенком кожи, и это становится незаметным. Что еще хочу сказать, очень хорошо носится, красиво выглядит, выглядит очень натурально, никогда нет ощущения, что вот действительно там 3 слоя штукатурки накрашены на тебе, поэтому действительно для тех, кому нужна легкая тональная основа, легкая в плане ощущения на лице, чтобы выровнять тон лица, чтобы лицо оказалось таким здоровым, сияющим, красивым, то вот обратите внимание на эту тональную основу, она действительно очень классная, и что мне нравится, у них вот есть тональная основа довольно в широкой линейке, то есть у меня 3N, сейчас бы мне скорее всего, наверное, подошла 2N, но по-моему моя подруга говорила, что двойка у них розовая, поэтому не уверена здесь, но у них есть в линейке как нейтральный подтон, то есть N обозначение, так и теплый, который W, и так и холодный, который C, поэтому можно, в принципе, подобрать из достаточно широкой растяжки. Дальше хочу остановиться на следующем своем фаворите, это фаворит, которым я заполняла себе брови на протяжении месяца, так точно, может даже и больше действительно, и я сейчас говорю про маркер, гель-маркер от компании Nivali. Я на этот маркер делала такой вот очень обширный, скажем так, обзор мастер-класс, если вы его не смотрели, я вам обязательно оставлю ссылочку, сюда можно будет нажать, посмотреть, там я показывала, как с помощью этого гель-маркера можно окрасить брови, и также сделать быструю коррекцию. Я иногда им делаю окрашивание бровей, но чаще я просто делаю именно быструю коррекцию, то есть использую его, грубо говоря, как и помадку для бровей. Сегодня вот брови у меня тоже оформлены именно этим средством, я использую оттенок Black, его можно наслаивать и получить очень черный эффект, и можно, скажем так, сделать вот основную коррекцию, а потом вот его вычесать слегка, и получается такой светло-серый тон, вот как раз вот то, что, собственно, вы видите у меня сейчас вот в бровях. Мне очень нравится, максимально натуральный эффект получается, то есть абсолютно не видно, вот ничего не видно в бровях, вот как будто это вот мои собственные брови, вообще не бросается в глаза то, что есть в них какой-то продукт. Если вы любите окрашивание, тоже это как вариант. Я как-то пару раз попробовала, потом мне просто стало лень, я поняла, что я могу тратить каждый день 2 минуты на то, чтобы их чуть-чуть подзаполнить, и получить, в принципе, тот же эффект. Следующее, что я хочу вам показать, это будут румяна. Наконец-то я нашла румяна, которую вот поистине люблю. Я всегда от румян зачастую убегаю подальше, потому что я очень не люблю добавлять какую-то красноту на лицо. Я когда без тональной основы, у меня лицо достаточно такие вот с красным таким вот пигментом, и всегда, когда я делаю макияж, я выравниваю нейтральный тон и добавляю какой-то бронзер. Вот эти вот 2 комбинации из этих 2 косметических средств на мне всегда выглядит действительно беспроигрышно, но всегда хотелось найти какие-то румяна, которые бы освежали, а не добавляли просто вот какой-то цвет на щеки, и какой бы цвет я не пробовала, я широченную линейку перепробовала, но какой бы цвет я не пробовала, все возвращает вот эту вот красноту, которую изначально я просто хочу убрать со своего лица. Но вот конкретно вот эти румяна, это оттенок у них 62-50, румяна для лица Эра Красоты. Вообще мне безумно понравился. Сейчас они у меня тоже на лице, вместе с бронзером и хейлайтером. Эти румяна в первую очередь выделяются для меня тем, что они очень деликатные, они практически не передают вот этот вот оттенок, да, персиковый, но они просто освежают лицо. Вот в прошлый раз, когда я была именно крашена, я говорила в видео, не знаю, будет видно или нет, большая часть людей отметили, что действительно очень красиво освежает лицо, поэтому если вы тоже ищете румяна, который не добавит какой-то сильный цвет, но в то же время хорошо будет освежать, то присмотритесь к этим румянам. Если вы любите все-таки, чтобы вот какой-то тон был в плане румян, то они вам, скорее всего, не понравятся. Что касается деликатности, здесь мне понравился тоже еще один продукт, и тоже от Faberlic, и это, как ни удивительно, вот такой вот хайлайтер, я не помню, это новый продукт, или уже он у них в линейке давно есть, но он состоит из двух частей, в первую очередь это кисточка, которой можно как бы этот хайлайтер наносить, и вторая часть это, собственно, сам хайлайтер, который выглядит вот так вот в виде шариков разноцветных. Я полностью презираю, можно сказать, вот эту верхнюю часть, потому что эта кисточка, она отвратительная просто, она очень твердая, очень колючая, и просто, знаете, когда она дотрагивается до моего лица, у меня аж зубы сводят, вот такое ощущение очень неприятное, то есть я пользуюсь только сугубо своими кистями, мягкими, хорошими, и вот этот вот продукт, если бы они сделали просто вот такую компактную баночку, цены бы ему просто не было, но изначально я вот как-то более скептически к нему отнеслась, потому что мне это напомнило метеориты знаменитые, и я как-то к метеоритам никогда у меня душа не лежала, никогда мне не хотелось их купить, я решила, в общем-то, попробовать, и я просто вот с первого раза влюбилась в этот хайлайтер, он, по-моему, идет даже не как хайлайтер, он идет как пудра у них, но он дает вот такое вот легкое-легкое свечение, действительно деликатное, и я им даже прохожусь бывает по зонам лица, там где нужно немножко вот такое вот рассеивание, да, света, там где, например, какие-то мимические морщинки, если вот хорошо затонировать, потом припудрить, и сверху чуть-чуть вот так вот нанести буквально совсем вот тоненькую вуаль, это как будто рассеивает свет, и кажется, что морщины не настолько глубокие, насколько они есть в реальной жизни, обожаю просто этот продукт, пользуюсь им на регулярной основе, вот я как-то, у меня фазы в макияже, я прохожу разные фазы в макияже, то мне нравится какой-то очень яркий выразительный макияж, яркий хайлайт, а то мне нравится очень все такое деликатное, нежное, элегантное, вот сейчас вот я именно вот в такой фазе, и если вы ищете недорогой хайлайтер, который не будет выглядеть дешево, да, блестками какими-то вот такими вот противными, а именно создавать вот такой вот эффект подсвечивания, то обратите внимание, действительно очень классный продукт, и последнее, о чем я сегодня поговорю, это будет тушь, вот эта тушь, давно у меня не было такого, хороших таких отношений с тушью, особенно из масс-маркета, потому что в последний раз я восторгалась, вот настолько сильно тушью, только от Too Faced, Better Than Sex, отличная тушь, но дорогая, зараза, она люксовая марка, в общем-то, и стоит, точно не помню сколько, ну в районе, по-моему, 20 долларов, может чуть минус, чуть плюс, я точно не помню, вот эта тушь, я когда ее открыла сначала, ну как-то ничего такого сильно нестандартного не увидела, то есть обычная силиконовая кисточка, достаточно интересная упаковка, такая как треугольная, зеркальце тоже тут есть, с одной стороны, ну как бы изначально не знала, что от нее ожидать, но она мне действительно очень понравилась, потому что она из моих несуществующих ресниц, делает подобие существующих ресниц, она прокрашивает, и при этом очень хорошо разделяет, то есть не слепляет, то есть это не объемная тушь, которая вот так вот наляпывает сильно много туши, и таким образом как бы создается эффект, что у вас ресниц много, если у вас ресницы сами по себе хорошие, то такие объемные туши зачастую работают очень классно, я это не раз уже замечала, но если ресницы короткие, то вот эта наляпистость, она этого эффекта не дает, то есть вам все равно нужно будет сначала ее немножко вычесать, а потом уже как бы, чтобы более-менее это выглядело прилично, вот эта же тушь, она очень хорошо разделяет ресницы, и при этом вот каждую буквально обволакивает, и делает эффект вот таких вот кукольных глазок, мне она нравится и для нижних ресниц, мне она нравится и для верхних ресниц, она не осыпается, она, я не знаю, ничего с ней такого не происходит, то есть держится на протяжении всего дня без каких-либо проблем, поэтому если у вас короткие ресницы, которые требуют разделения и добавления вот именно вот такого кукольного эффекта, я вам очень советую присмотреться, я кстати не сказала, как она называется, это Volume Reveal от Bourjois, и у меня конкретно это водостойкая версия, и водостойкая версия тоже очень хорошо приподнимает ресницы и держит их тоже вот в таком вот состоянии. Вот и все фавориты прошлого месяца, надеюсь, что это видео было для вас полезным, возможно какие-то из этих продуктов попадут в ваш список желаний, в любом случае, если будет возможность, если то, о чем я говорила, совпадает с вашими требованиями к косметике, то обязательно попробуйте, я уверена, что они вам понравятся. И буду с вами прощаться, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать мои видео в будущем, ставьте лайки тоже обязательно, потому что всем приятно, когда им ставят лайки в их видео, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok